Всем привет! Сегодня сниму видео про фрейзер, который я когда-то купил и который я решил все-таки продать. То есть это один из тех случаев, когда я купил фрейзер, ухватил его, так скажем, который мне собственно и не нужен. То есть это было уже не помню сколько, год или полтора назад, когда я только-только начинал заниматься инструментом works и в большинстве случаев некоторые товары, я даже об этом неоднократно рассказывал, я покупал просто не официального посовщика, а у других продавцов, которые сами продавали товар, ну типа на авито, ну частники. Некоторые шуруповерты я даже покупал в б.у., но они были хорошие, я пользуюсь, все нормально. И по такому же принципу был куплен этот фрейзер, потому что я как-то увидел, думаю, нифига себе, нигде его нет, а там у какого-то продавца в Китае он есть. И я решил его ну как бы купить, он абсолютно новый. Только вот я уже долго думал зачем я его купил, что мне с ним делать. Просто, знаете, увидел что-то новенькое и сразу раз, чтобы успеть, чтобы никто его не перехватил. Я на одном как-то обзоре, ну это давно, я не помню сколько лет назад, я показывал, что его купил. Вот этот фрейзер, ну видите, да, он абсолютно новый. Единственное тут коцка, вот маленькая еле заметная трещинка на вот этой площадке, я не знаю, может при перевозке он где бухнулся, когда его это везли. Я даже не знаю каким толком и пользоваться. Но он довольно-таки мощный. Сейчас вам скажу сколько он. 55 глубина, вот это так понимаю, да, нажимается, написано, и полторы тысячи ватт. Он довольно-таки мощный. Модель у него VU600, кому интересно, могут поискать в интернете. Ну тут бумажки стандартные, ключ какой-то, это похоже направляющие, да. Просто вот понятия даже не имею. Вот знаете, иногда есть какие-то мысли чем-то там заняться, что-то делать. Но здесь дополнительные какие-то барашки. Вот это даже не знаю, что это, какая-то может направляющая. Так, вот эта штука, это, наверное, для отвода пыли, возможно, да, пластмасска. Так, что там еще есть? Вот эта часть, даже, не знаю, ключ. И здесь еще что-то. Вот это еще что-то для чего-то. В общем, для меня этот инструмент вообще, как бы, я на него смотрю, как барана новые ворота. Просто ухватил, пока была возможность. Так, здесь регулировка оборотов, так понимаю, наверное, да? Регулировочная шайба, то есть это вот эта часть, видимо, глубина. А, глубина, наверное, регулируется, да? Так, сюда не знаю, вставляется. В общем, ребят, кто занимается, кто понимает и знает это для чего, тем, короче, будет, наверное, понятно. Для меня это вообще непонятно, даже не знаю, как им пользоваться. Сейчас я включу, покажу, что он работает. Вилка тут, естественно, китайская. Отрезается, ставится наша, и никаких проблем, не надо никаких переходников. Так, нажимать. О, мощность у него, конечно, порядочная. Вообще, я когда первый раз его включил, когда я тогда делал, ну, распаковку, показывал, просто чувствуется мощь. Ну, полтора киловатта, это не вам не хухры-мухры, так скажем. Немножко пыльно, он виден, тут у меня ремонт, все это в пыли, и, видимо, пыли надулся. Так он абсолютно, но видно, что им вообще не пользовались, не работали. Поэтому, кому нужен, я его добавлю в магазин. Трезер отличный. И самое интересное, что больше нигде вы его не купите. Ну, а про качество инструмента WORX, тут уже как бы излишне что-то говорить. Оно всегда на высоте. Было и будет. Они не стоят на месте. Достаточно посмотреть мои распаковки, обзоры, сколько инструмента WORX покупают люди. И то, что они постоянно что-то улучшают. Да, вот параметр написан. Оно у него 55 миллиметров, полтора тысячи ватт. 55 миллиметров, я так понимаю, глубина. Вот он. Вот родная упаковка его. Просто такая вся. Сколько раз ее перекладывал с места на место. Я давно собирался, просто все время забывал. А сейчас случайно его нашел. И думаю, надо его продать, он место занимает. И он мне, в принципе, он мне не нужен. Зачем я его брал, не знаю. Просто увидел и захотелось. Как обычно. А потом только понимаю, что зачем он тебе. Если бы у меня был какой-то цех, или если бы я занимался чем-то подобным. А для одного-два раза он как бы нерационально. И нет смысла его покупать. Ну вот и все. Кому интересно, он всего один. Таких больше нигде нет. Кроме как у меня и у Майкла Джексона. Ну так как Майкл Джексон уже помер, значит только у меня. Поспешите. Кому интересно, на сайт ссылка будет. И до новых встреч.